Первая особенность человека с высокой самооценкой – он не слушает других людей. Ой, что-то звучит не очень, а разрешите пояснить, что я хотел сказать. Человек, который ценит себя, с трепетом относится к тому, кого он слушает. Если у него проблемы со здоровьем, он идет к врачу. Если он хочет прийти в форму, он спрашивает совета у тренера. А вот чего он не делает, он не спрашивает советов у случайных людей о том, как ему жить. Понимаете? У стоящего человека есть цель. У него есть внутренние ценности. Это нечто, что он развивал самостоятельно, попадая в различные ситуации. Он закалился, как сталь. Он знает, за что он борется, и он делает свою работу. Он требователен к себе и знает, чего он и хочет. Понять, кто ты – это путешествие длиною в жизнь. Рекомендую начать с классики. Маркус Аврелий и его мысли. Это отличный отправной пункт. Но как только вы начнете работать в этом направлении, то вы сможете найти ментора, в котором даже может придется заплатить, чтобы получить совет. Это возвращает нас обратно к началу нашего пути, когда вы начинаете свой путь и знакомитесь с людьми, особенно в сети. То вы будете встречаться со случайными людьми. Некоторых вы будете знать, но скажем, что это не их специальность, а их жизнь как руина. Они будут давать вам советы, как надо прожить свою жизнь. Поэтому человек с высокой самооценкой понимает, что единственная свобода, которая у него есть – это возможность думать самостоятельно. Сегодня в видео, господа, мы обсуждаем, как вы можете стать человеком с высокой самооценкой. Парни, если на этот год вы поставили себе цель стать увереннее в себе, мужественнее, а может даже мускулистее, мы рады представить вам новый проект команды Frontways «Мышление Бульдога». Это канал одного из лучших друзей Антонио, Джона Сонмаза. Он расскажет вам все, что необходимо знать для того, чтобы полностью трансформировать свою жизнь в внутреннее и внешнее. На этом канале вы получите техники личностного развития, необходимые для укрепления уверенности в себе. Узнаете, как сбросить вес и привести себя в форму. Стать психологически прочным. Развить невероятную самодисциплину. Прекратить лениться и стать суперпродуктивным. Научиться мотивировать себя. Стать привлекательнее для противоположного пола и улучшить свое здоровье и физическое состояние, как никогда раньше. Следующая привычка человека с высокой самооценкой – он тренируется устойчивости. Устойчивость, если говорить простыми словами, это способность вставать на ноги после поражения. Человек, который ценит себя, он как буддист. Он понимает, что все меняется. Серьезно. Эти два слова объясняют многие моменты из жизни. И почему мы так страдаем? Потому что когда дела идут хорошо, мы не хотим, чтобы что-то менялось. А когда все начинает трещать по швам, когда все из рук вон, вы теряете здоровье, все против вас, все изменилось. И знаете что? Это жизнь. Нормальный человек это понимает. Что эти препятствия, эти трудности и вызовы – это всего лишь часть путешествия. Человек, который ценит себя, принимает и соглашается с тем, что жизнь – это трудная штука. Неважно, какой путь ты выберешь. Жить на нуле или с долгами – очень трудно. Делать правильные финансовые решения, вкладываться и строить свой бизнес, работать над своим благосостоянием – очень трудно. Выбирайте свою трудность. Развивать навыки общения, жить в отношениях, создать отношения, которым вы посвятите себя – очень трудно. Но также жить в токсичных отношениях или проходить через развод – это тоже трудно. Снова, выбирайте свою трудность. Быть в плохой форме или иметь лишний вес, не иметь возможности подняться по ступенькам, чтобы не сбилось дыхание – это сложность, с которой сталкиваешься в жизни. Ходить в зал каждый день, следить за тем, что ты ешь, держать форму – это тоже капец как трудно. Поэтому выбирайте, что вы хотите. Выбирайте свою сложность, господа. Честно говоря, господа, этот последний год был, пожалуй, худшим годом для моих тренировок. Я набрал где-то 5 килограмм. Я перестал ходить в зал и бегать, я начал кушать фигню в офисе. Но могу сказать, что я сделал некоторые изменения. Я снова начал ходить в зал и заменил снеки на спортбатончики. Следующая привычка, которую развивает в себе человек с высокой самооценкой – он работает над навыком эффективной коммуникации. У некоторых людей есть восприятие, что важный человек – альфа. Он типа одинокого волка. Ему не нужна стая, господа. Это все бред. Сила волка – в его стае. А сила стаи – это вожак. Они нужны друг другу. Вот-вот, Игра Престолов. Дом Старков. Конечно же, вам не надо быть экстравертом, который выпрыгивает на сцену с презентациями. Но вам надо уметь проявлять себя. Поэтому иметь набор фраз в своем словаре, иметь возможность выражать себя, будь это устно или письменно – это ключевое, что поможет вам работать с другими. Итак, следующая привычка человека с самооценкой – он фокусируется на отношениях и своих контактах. Для некоторых контакты звучат шкурно, немного искаженно. Это так только, если вы используете их для того, чтобы получить свою выгоду. Но человек с высокой самооценкой это осознает. И поэтому строит настоящие отношения со своими клиентами, с людьми, с которыми он знакомится, которых он знает. И это занимает время, чтобы создать отношения. Это так не работает, что вы начинаете с самых низов и думаете, что, познакомившись с парнями сверху, вы сразу проскочите наверх. Это работает в оба конца. И если вы не делаете этого, то вы все делаете неправильно. Да, мы все начинали снизу. Когда я смотрю на людей, с которыми у меня выстроились хорошие отношения, я могу им позвонить, могу написать в любой момент. Потому что они мои друзья. Я видел их еще в самом начале. Но я разглядел в них потенциал, и мне хотелось быть рядом с ними, потому что это меня заряжало. Потому что у них были определенные навыки. И я это делал не потому, что хотел их использовать. Мне просто хотелось быть частью этого забега. Мне хотелось их поддерживать и видеть, как эти парни растут. В этом сила контактов настоящих отношений. На самом деле, вам от них ничего не надо, и они это чувствуют и знают. В какой-то момент они захотят вам давать обратно. И в какой-то момент вы сможете воспользоваться этим, если вам действительно нужна помощь или еще что. Отношения – это когда ты что-то делаешь, не ожидая ничего взамен. И это для меня признак высокоразвитого человека. Он способен отдавать себя, при том, что ему не надо ничего получать обратно. Он понимает, что в его отношениях изобилие. У него есть достаток, и он может посвятить свое время. Поэтому, если вы начинаете с самых низов, оглянитесь, с кем вы можете поделиться. Пусть это пустяк или ничего такого. Может, это пожилая соседка, которой нужна помощь. Постричь газон или очистить дорожку от снега. Ты просто делаешь это. А может оказаться, что ее сын – директор компании. Ты помогаешь ей не по этой причине, просто делаешь это, не зная, как все может обернуться. Но, когда ты что-то делаешь, что тебе это возвращается в 10 раз больше. Следующая привычка ценных людей – они аккумулируют ресурсы, потому что понимают, когда у тебя есть ресурсы, ты можешь решать проблемы. Самое очевидное – это деньги. И, пожалуй, это само себе объясняет. Когда у вас есть деньги, то вы можете решить очень многие вопросы. Но есть и другие способы, когда вы можете накапливать ресурсы. Опыт – это ресурс. Когда я был молодым лейтенантом, то я видел, как другие лейтенанты получали более важные задания, потому что они были более опытные. Если ты доктор или другой специалист, то есть определенное влияние, которое с этим связано. Потому что в определенных ситуациях вы будете единственный человек, который может решить определенные проблемы. Поэтому накапливайте эти знания и опыт. Это ресурсы, которые вы сможете применить, когда потребуются. Следующая привычка высокоранговых людей – они последовательны в достижении желаемого. Когда вы стабильны, то на вас можно положиться, потому что вы будете стремиться к тому, чтобы достичь того, чего вы хотите. На самом деле, очень редко можно встретить ценного спеца, которому 20 лет. Потому что это занимает 5, 10, 20 лет, чтобы сделать себя. А если вы уже взрослый и только начинаете, или вам надо начинать все по-новой, тогда у вас есть весь предыдущий опыт, который вы можете переквалифицировать, чтобы добиться желаемого быстрее. Но если вам 20 или 22, и вы смотрите это видео, что делать? Не волнуйтесь, вы на верном пути, если смотрите мои видео. К тому же, вы принимаете решение. Вот что вас приведет к успеху. Просто поймите, что это путешествие в 5, 10 лет. В зависимости, какой путь вы выбрали и насколько удача улыбнется вам. Но успешные люди настойчивы, и на них можно положиться, потому что они идут к своим целям день за днем. Следующая привычка людей с высокой самооценкой – они работают над своими лидерскими навыками. Это и имидж, и презентации, и манеры. Это то, как вы себя ведете. Это то, что мы видим со стороны. Если вы разбираетесь в людях, то понимаете, что люди ленивые. Мы делаем быстрые решения, основываясь на том, что мы видим, что мы слышим или чувствуем. И если вы хотите показать, что вы ценный кадр, что люди должны вас ценить, то не стоит идти против их ожиданий. Если голый парень вбегает в комнату и говорит, что он доктор и может помочь, вы, наверное, подумаете, что он псих. В отличие от того, если человек войдет в белом халате, тут в Америке, как в принципе и во всем мире, белый халат – это униформа врачей. Мы сразу думаем, что это профессионал. Мы сопоставляем эти вещи. Поэтому, если вы хотите выглядеть как ценный специалист в своей индустрии, неважно, что это за индустрия, просто проанализируйте, как выглядят топовые профессионалы. Ну, не самые-самые верхние слои. Зак может делать что угодно в Фейсбуке, но если посмотреть на людей, которые окружают Зака, то, скорее всего, они одеваются как специалисты. Они думают о своем виде, потому что понимают, что это большая компания. И если вы хотите, чтобы вам доверяли, это может быть костюм или униформа из вашей профессии. Найдите то, как выглядит профессионал в вашей области, и используйте это в вашу пользу. Как вы видео смотреть дальше? Как насчет семисмертных грехов стиля? Это, пожалуй, одно из лучших моих видео. Много деталей, я рассказываю в подробностях, чего стоит избегать, чтобы раскрыть свой образ и стиль. Смотрите его по ссылке.